Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. За 9 месяцев в дорожно-транспортных происшествиях погибли 5 детей и 158 получили травмы. Это статистика 2020 года. Какая работа ведётся в госавтоинспекциях в целях профилактики детского травматизма? Об этом поговорим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло. Мой собеседник Громов Александр Юрьевич, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Саша, добрый день! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какова на сегодняшний день ситуация с детским травматизмом на дорогах? Что наиболее беспокоит сотрудников ГИБДД? Статистика, потому что не очень радостная. Да, действительно, за 9 месяцев текущего года у нас в регионе произошло 143 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых погибло 5 детей и ранено 158. Но хотелось бы сравнить эти цифры с показателями прошлого года. Именно так можно понять, каковы цифры статистики. За 9 месяцев 2019 года у нас произошло 168 ДТП, что, в принципе, на 37% мы наблюдаем сокращение количества именно ДТП. Что касается погибших, то здесь, по этой цифре, мы наблюдаем увеличение количества погибших, к сожалению, на более чем 60%. При этом количество раненых у нас сократилось со 176 в 2019 году до 158 в текущем 2020. Это снижение более чем на 10%. Но, тем не менее, если есть число увеличения погибших, значит, тяжесть последствий возрастает, да? К сожалению, да. Тяжесть последствий составила в этом году 3,06 погибших на 100 пострадавших. Но, в первую очередь, это связано с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло у нас с участием трех несовершеннолетних, которые передвигались на мотоцикле в Калязинском районе. Я думаю, у всех на слуху это дорожно-транспортное происшествие. Да, это трагедия. Действительно, мы сообщали об этом. Это трое детей фактически погибли, да? Да, одновременно. И, конечно, уже это компетенция различных органов сказать здесь, кто, собственно, является виновником этого происшествия. Но, в любом случае, здесь есть определенная доля вины родителей, когда несовершеннолетние передвигались в ночное время на мотоцикле, причем водитель не имел права управления транспортными средствами, в том числе, конечно, и категории А он тоже не имел. Да, Александр, я с вами согласна. Когда мы делали этот материал в патрульной службе, я задавала прямой вопрос, куда смотрели родители, почему родители не забили тревогу. И вот сегодня наш разговор про детский травматизм, но мы непременно всякий раз будем возвращаться ко взрослым людям, да, которые во многом виноваты и несут ответственность. Александр, скажите, пожалуйста, есть какая-то статистика по территориальности, где чаще происходят аварии с участием детей, да, где наибольшее количество пострадавших и по сравнению с прошлым годом, и, возможно, это сельская местность, либо это город, центральные дороги, либо какая-то периферия? Ну, на самом деле, здесь достаточно прозаично все, где большее количество населения, там зачастую происходит и большее количество дорожно-транспортных происшествий. Как пример приведу, в областном центре в городе Твери за 9 месяцев 2020 года произошло 44 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет, в них ранено 49 детей, и, к счастью, никто не погиб. Но, опять-таки, для того, чтобы оценивать статистику, необходимо знать, что происходило на той же территории в предыдущем году. В предыдущем году за тот же период 9 месяцев произошло 70 ДТП, и 73 ребенка было ранено. То есть в этом году, в текущем, в областной столице мы наблюдаем снижение количества дорожно-транспортных происшествий на более чем 37%, что нас, конечно, не может радовать. И мы оцениваем и то, что есть в этом и положительный вклад в госавтоинспекции, есть положительный вклад в реконструкции дорожного полотна, которое проводится в установке пешеходных ограждений, в обозначении пешеходных переходов, в установке искусственных неровностей, которые также влияют на количество дорожно-транспортных происшествий, Это, Александр, как раз тот самый реализация национального проекта, о котором мы постоянно говорим, безопасной и качественной дороги, которая воплощается в жизнь в нашем Верхнего Ужья. Естественно. И вот по негативным тенденциям, которые мы можем отметить, они в первую очередь у нас связаны с районами области. Например, в Ржевском районе у нас произошло увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, с 8 в предыдущем году за рассматриваемый период, и до 17 в этом. И также произошло увеличение количества ДТП с участием детей в Торжевском районе с 6 до 14. Но здесь хотелось бы отметить, что многие ДТП здесь связаны с проездом через эти районы, особенно Торжевский транзитного транспорта, который проезжает, например, в Торжевском районе по федеральной автодороге М10 «Россия», и, соответственно, там, к несчастью, попадают дорожно-транспортные происшествия. Это в основном большегрузы? Каждое дорожно-транспортное происшествие по-разному. Его нужно рассматривать отдельно. Но, соответственно, детей обычно не перевозят, конечно, в большегрузах. Это легковые автомобили. А, ну там, где дети пассажиры. Да, но вторым участником могут являться в том числе и большегрузы. Я тут имела в виду, что проезжает, допустим, большегруз, ребенок убегает на дорогу, в качестве пешехода страдают дети. Кстати говоря, именно с участием грузовых автомобилей таких ДТП серьезных именно на моей памяти нет. Например, в Торжевском районе в этом году именно в городе Торжке погибла несовершеннолетняя девочка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу прямо в центре города. Виновником ДТП стал водитель УАЗа, который не заметил в силу различных обстоятельств ребенка и избил его на пешеходном переходе, совершил наезд. Вот как вот не заметить, да, хотя еще раз давайте мы предупредим о том, что для чего, собственно, эти пешеходные переходы существуют, тем более, когда страдают и гибнут дети там. На самом деле водитель именно вот в этой ситуации, он говорил то, что ему помешало яркое солнце. Но в любом случае все водители, которые приближаются к пешеходному переходу, особенно если это нерегулируемый пешеходный переход, должны быть максимально внимательными, заранее снизить скорость и ожидать появления на пешеходном переходе человека. Потому что, ну, ребенок в силу своих возрастных особенностей может неожиданно появиться. Как мы и родители, и педагоги не учим их, он может выбежать на проезжую часть. И водитель, как человек, который находится за рулем автомобиля, источника повышенной опасности, он должен быть готов к появлению на дороге человека, особенно на пешеходном переходе. Да, предвидеть хотя бы, это же ты человек, ты взрослый, у тебя есть жизненный опыт. Кстати, Саша, вот вы сказали в этой ситуации, что его ослепило солнце водителя. Как часто, в какое время суток наиболее часто происходит происшествие с детьми? Вот, казалось бы, солнце, да? Я почему-то думала, что это чаще характерно для вечернего времени суток. На самом деле, когда рассматриваются дорожно-транспортные происшествия с детьми за год, здесь, конечно, можно выделить периоды, когда водителям реально мешает солнце, да? Но, наверное, все сейчас помнят дорожно-транспортное происшествие, которое произошло у нас на Склесково в Волоколамке с дедушкой, который переходил дорогу в 88-летнем, вот там тоже светило солнце. Но мы же не можем сказать, что вот днем, именно в осенний период из-за тучек вышло солнце, ослепило. И вот человек таким образом, ну, я не знаю, ему оно 100% мешало, потому что на записи из видеорегистратора, опубликованных во всех открытых источниках, в средствах массовой информации, видно, что солнце, конечно, светит ему в глаза. Но мы же не можем утверждать, что именно в это время происходит ДТП из-за того, что слепит солнце. Да, именно солнце виноват. Да, именно солнце виноват. Хотелось бы отметить, в принципе, и более опасное время для детей, когда они чаще всего попадают в дорожно-транспортные происшествия. Вот если мы говорим о пассажирах, мы ведем очень серьезный анализ и рассматриваем динамику показателей аварийности с участием детей в возрасте до 16 лет по времени совершения ДТП. Так вот, дети-пассажиры чаще всего страдают с 12 до 15 часов. У нас в этом году с 12 до 15 часов пострадало 25 детей-пассажиров. И если указать и все другие категории, и пешеходов, и водителей, то всего эта цифра будет 36. 36 детей у нас пострадало именно вот в период с 12 до 15. Вторым временным промежутком, наиболее опасным для детей, будет именно пассажиров, будет являться время с 15 до 18. Это то время, когда в основном детей забирают из детских садов, из школ и везут куда-то. И, соответственно, вот за этот период с 15 до 18 часов пострадало 19 человек, 19 детей-пассажиров. И хотелось бы еще отдельно сказать про детей-пешеходов, что для детей-пешеходов вот эти два промежутка времени с 15 до 18 и с 18 до 21, они также наиболее опасны. Пострадало и в той, и в другой категории по 12 человек вот за рассматриваемый период 2020 года. Александр, давайте о детях-пешеходах мы еще... Это у нас отдельный вопрос. Сейчас мы вынуждены прерваться на небольшую рекламу. Не переключайтесь, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня». Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня». С вами Ирина Чекунова, а в гостях у меня Александр Юрьевич Громов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Сегодня говорим о детском травматизме. Александр, перед перерывом на рекламу мы говорили о времени суток, когда чаще всего страдают дети, и перешли вот к детям-пешеходам. Что можем сказать о них, дети, которые переходят дорогу? Дети-пешеходы. В этом году пострадал 41 ребенок-пешеход. Это, если смотреть от общего количества, это четверть, 25% от общего количества погибших и пострадавших детей. В сравнении с прошлым годом у нас за этот же период пострадало 74 ребенка-пешехода. Хотелось бы отметить, что по своей вине в этом году пострадало 20 несовершеннолетних пешеходов, то есть чуть меньше половины от общего количества пешеходов. По своей вине, Александр, это когда выбегают на дорогу в неположенном месте? Да, и это в том числе, когда выбегают из-за припаркованного транспорта, когда переходят дорогу в местах, где это запрещено, при этом рядом находится пешеходный переход или место, где можно совершенно законно перейти дорогу. 10 несовершеннолетних, вот из этого общего числа 41 человек, пострадали по причине выхода из-за транспортных средств или иных ограждений каких-то. 9 из-за перехода проезжей части вне пешеходного перехода. И при этом есть ещё один ребёнок, который выехал на проезжую часть на роликовых коньках. Кстати, это очень опасно, да? Это приравнивается к велосипеду. Если ты катишься на роликовых коньках, ты на пешеходном переходе должен сойти с них или как? На самом деле, нашим законодательством сейчас люди, передвигающиеся на самокатах, на скейтах, на роликовых коньках, приравниваются к пешеходам. Соответственно, ну, конечно же, нет, ребёнок не может разуться, снять роликовые коньки. Но при этом не нужно забывать, что не нужно выпрыгивать на этот пешеходный переход, не нужно на него выезжать с большой скоростью, на чём бы ни передвигался ребёнок или взрослый, неважно. У нас много взрослых людей передвигаются на самокатах. Вот, и нужно всегда помнить о своей безопасности и быть предсказуемым для водителей, потому что быть предсказуемым – это залог собственной безопасности. Вот сейчас мы в радиоэфире говорим, казалось бы, очевидные вещи. Вами проводится большая профилактическая работа с сотрудниками ГИБДД. Вы то же самое втолковываете детям? Где можно, где нельзя? Каким образом строится эта профилактика? На самом деле, сотрудниками госавтоинспекции ведётся большая работа по объяснению детям правил дорожного движения по привитию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Значит, вот буквально недавно у нас завершились две такие большие региональные компании. Это два месячника было, в том числе и сентябрьский месячник безопасности, детской дорожной безопасности, в рамках которого мы, пропагандисты, посещали школы, детские сады. Мы рассказывали детям о том, как правильно переходить дорогу. Особое внимание мы уделяли вопросам, которые связаны с безопасной схемой движения, безопасным маршрутом «Дом-школа-дом». Потому что во многих случаях именно на этом маршруте при движении, например, в школу страдают дети. И важно ребёнку, и важно родителям знать, каким образом ребёнок ходит в школу, чтобы он следовал по наиболее безопасному пути, зная, где есть так называемые дорожные ловушки, будь то пешеходные переходы многополосных дорог, например, либо это какие-то пешеходные переходы, которые ведут непосредственно к школе. Возможно, есть какие-то места, где ребёнок может выйти из-за угла дома какого-то, и нужно ему обязательно сказать, чтобы он выходил медленно, смотрел по сторонам. Учим правильно переходить дороги. Вот, кстати, Саша, вы сказали очень важную вещь, что не только детям, но и родителям. Объясняйте, насколько здесь родители ваши помощники, педагоги, учителя. Всё это должно восприниматься в комплексе. Потому что часто ребёнок, чтобы вы не втолковывали ребёнок, учится на примере родителей. А если они переходят дорогу на красный сигнал светофора, он думает, что так оно и нужно. Ведь это же родители. Естественно. Родители – это первый и самый важный пример для ребёнка. И, соответственно, затем уже идут непосредственно педагоги и сотрудники госавтоинспекции. Сколько бы раз мы не сказали ребёнку о том, как нужно правильно переходить пешеходный переход, что, например, не нужно на остановке выйти из общественного транспорта, обходить автобус сзади или спереди, а нужно дождаться, пока он уедет, и пойти по пешеходному переходу. Если так делает родитель, то, соответственно, так же, абсолютно так же будет делать и ребёнок. Поэтому мы посещаем практически все общешкольные родительские собрания, которые проходят в городе Твери. Городской отдел ГИБДД и пропагандисты городского отдела ГИБДД присутствуют практически на каждом общешкольном родительском собрании. Они объясняют это родителям и просят их соблюдать правила дорожного движения, всегда и особенно быть строгим к себе, когда они находятся с ребёнком. И, соответственно, мы ещё обращаем внимание на родителей, потому что у многих подвои детей, что, например, когда переходят дорогу с маленькими детьми, их нужно держать не за руку, потому что ребёнок может выскользнуть из руки, а нужно держать их за запястье, потому что это наиболее такой момент, когда их можно удержать. Коль мы перешли к теме родителей, чтобы не отходить от этой темы, передвижение ребёнка на автомобиле. Часто родители довозят своего ребёнка до детского сада или школы на автомобиле. И какие здесь необходимы меры профилактики? Передвижение детей в автомобиле у нас, соответственно, определены, законное передвижение детей в автомобиле определены у нас правилами дорожного движения. И если говорить по-простому, значит, правила нам говорят следующее, что ребёнок до 7 лет должен передвигаться в автомобиле и на переднем, и на заднем сидении с использованием детских удерживающих устройств. Сколько мы уже об этом говорим? Говорим? Уже много лет. Много лет об этом говорим. Что-то доходит до людей? На самом деле, при проведении профилактических мероприятий радует, что большинство, я бы сказал, автомобилистов используют детские удерживающие устройства, для перевозки несовершеннолетних. Но некоторых ещё осталось неправильное понимание того, что детское кресло в автомобиле находится не для безопасности ребёнка, а для сотрудников ГИБДД. Вот такие люди, иногда имея в автомобиле детское удерживающее устройство, не пристёгивают детей или разрешают им отстегнуться во время движения. И вот это вот на самом деле не радует. Хочется, чтобы, конечно, правосознание наших граждан достигло всё-таки более-менее такого вот уровня. Осознание того, что сотруднику ГИБДД абсолютно неприятно писать нарушителю штраф. Да, почему-то люди думают, что это вам доставляет удовольствие. Абсолютно неприятно, и особенно, ну, это неприятно в том случае, когда безопасность ребёнка не обеспечена была при поездке. И ещё бы хотелось отметить, что некоторые родители, имея даже двух или трёх детей, имеют два-три кресла в автомобиле, и каждый из этих детей пристёгнут, и они всегда говорят, когда останавливаешь таких водителей, говорят, мы всегда используем детские удерживающиеся системы и устройства, и всегда пристёгиваем, потому что понимаем, насколько это важно. Почему? Давайте объясним, насколько это важно, насколько безопаснее это, потому что иные говорят, ну, мы же держим своего ребёнка на руках, это же намного надёжнее, он у нас в руках. Около года назад на московском шоссе было дорожно-транспортное происшествие, где перевозила мать, мать находилась на заднем пассажирском сидении справа, перевозила ребёнка на руках. Соответственно, он сидел у неё на коленях, и произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем, там небольших поворотов. И хотелось бы рассказать о том, какие травмы получает ребёнок вот именно в таких дорожно-транспортных происшествиях. Ребёнок около года, девочки, сейчас она, соответственно, уже старше, получила очень серьёзные травмы головы, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Как это происходит? Когда происходит лобовое столкновение, мать своим телом придавливает ребёнка к спинке впереди стоящего пассажирского кресла, и ребёнок, соответственно, получает серьёзные травмы. К счастью, именно в отношении ребёнка здесь всё обошлось, погибли впереди два сидящих человека, а ребёнок, осталась она жива, и, ну, как бы она восстановилась. Всё равно это трагедия. Вот вы привели реальный пример, какие травмы, и что человеческие руки – это не удерживающее устройство, это намного опаснее. Конечно, и на руках матери, как бы она не любила своего ребёнка, как бы она хорошо к нему не относилась, законы физики никто не отменял, и в случае лобового столкновения или бокового удара ребёнок неминуемо вылетит из рук матери и ударится о внутренние элементы автомобиля. Я думаю, что сейчас, слушая нашу программу, некоторые родители сделают ещё раз для себя правильные выводы и не будут поступать вот так вот на дороге, что приводит к травматизму. Давайте несколько слов буквально о детях, которые передвигаются на велосипедах, потому что это тоже проблема, это, конечно, не характерно для осенне-зимнего периода, но тем не менее. Всего у нас за 9 месяцев текущего года пострадало 28 детей-водителей, и хотелось бы отметить, что из 28 детей-водителей мы выделяем 17 пострадавших детей, которые были велосипедистами, 8 водителей мототехники и 3 водителя автомобиля. Это категория детей в возрасте до 16 лет. Водители автомобиля, они имели право управлять этим? Конечно, нет. Значит, по нашему российскому законодательству пойти обучаться в автошколу на категорию «Б» можно в 17 лет, а получить водительское удостоверение можно в 18 лет. Значит, они эти автомобили либо позаимствовали у родителей, либо взяли у каких-то друзей постарше, либо просто угнали? Получается, что так. И здесь возникает другой вопрос о том, что необходимо хранить ключи взрослым и взрослым родителям в недоступных для детей местах. Иначе это может привести вот к тем плачевным случаям, которые мы имеем на практике. И, соответственно, еще хотелось бы отметить детей-водителей мототехники. Мототехники. Некоторые родители покупают своим детям мототехнику. Да, такие подарки делают. Да, подарки такие странные. Например, за хорошую учебу, за хорошее окончание года, либо за какие-то достижения в спорте, либо в каких-то других сферах деятельности. И это является вот таким подарком своеобразным. Но я бы хотел призвать родителей и таких вот дарителей задуматься, к чему может привести этот подарок, вспоминая начало нашего разговора и дорожно-транспортное происшествие, которое произошло в Калязинском районе. Да, и еще, например, в прошлом году, Ирина, мы с вами выезжали... В Сахаровское шестеро. Да, деревня Аркатова. Да, это ужасно. И там погибло двое подростков, которые управляли питбайком. Питбайк – это транспортное средство, которое не предназначено для движения по дорогам общего пользования. Оно предназначено для движения только на закрытых спортивных площадках. Такие транспортные средства зачастую не оснащаются фарами, ну, то есть они никак не обозначены в темноте. В общем, множество вот таких вещей, которые отрицательно сказываются на безопасности передвижения на таких транспортных средствах. Поэтому родители, прежде чем купить такое транспортное средство своему ребенку, задумайтесь, нужно ли это. Сему свое время, мне кажется, Саша, да, подостигнет ребенок определенного возраста, поумнеет немножко. А уж если вы решаетесь на такой отчаянный, по моим меркам, шаг, то необходимо обучить его и дать ему необходимые знания для того, чтобы он выехал на дорогу. Обучаться у нас на категорию М – это мопеды, значит, 50 кубиков, можно с 16 лет. Есть автошколы, которые этому учат, сдать теоретические, практические экзамены и, соответственно, только потом разрешить ему управлять этим мопедом. Да, вот мы как раз в одной из программ из наших говорили по поводу получения прав, что езда на дороге без водительских прав – это прямое нарушение закона. Программа подходит к концу. Давайте несколько слов об обозначении ребенка на темной дороге. Сейчас, к сожалению, темнеет рано. Да, соответственно, темнеет рано, и чем дальше будет, тем меньше будет продолжительность светового дня. Поэтому мы обращаем внимание родителей. Особенно это касается районных центров, сельской местности, чтобы у каждого ребенка на рюкзаке, на одежде были световозвращающие элементы, которые обеспечат видимость водителя ребенка. По исследованиям многочисленным, ребенок становится в 2-3 раза более заметным. То есть на расстоянии более чем в 2-3 раза ребенок обнаруживается водителем раньше. А это, соответственно, дает время на то, чтобы среагировать, принять меры к торможению или, не дай бог, уйти уже от прямого столкновения с пешеходом. Да, надо помнить, что такие светоотражающие устройства просто сберегут жизнь вашему ребенку. Это, наверное, опять же таки, в первую очередь, обращение к родителям. Несколько слов о правоприменении вот такой вот вашей профилактической работы. Когда виноваты взрослые? Чем это им грозит? И взрослые, которые недостаточно следят за своими детьми? Ну, на самом деле, мы, как сотрудники ГИБДД, наказываем водителей за непосредственное нарушение правил дорожного движения. Вот, например, если ребенок перевозится вне детского удерживающего устройства, на водителя, который перевозит такого ребенка, накладывается штраф в 3 тысячи рублей. Ну, это довольно-таки солидно. Да, достаточно серьезный штраф. Значит, если штраф оплачивается в первые 20 дней, можно оплатить половину этого штрафа. Как я и говорил, некоторых эти штрафы не останавливают, некоторые все равно продолжают думать, что они, собственно, детское удерживающее устройство, существует в машине для сотрудника ГИБДД. Но еще я бы хотел напомнить родителям, что существует ответственность еще и по линии ПДН, когда есть такая статья в административном кодексе 5.35. Это ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, что если ребенок неоднократно замечается на улице в ночное время, неоднократно перевозится без детского удерживающего устройства или совершаются иные действия, которые не обеспечивают безопасность ребенка, то по линии ПДН также можно привлечь таких родителей к административной ответственности. Недостаточно следят за своими детьми. Скажите, пожалуйста, несколько советов и детям, и учителям, и родителям. Вот самые жизненно необходимые советы по нашей теме. В осеннее время в первую очередь это свето-возвращатели и это инструктажи. Наверное, каждый раз, когда ребенок уходит из дома, ему необходимо напоминать о тех правилах безопасности, которые он должен соблюдать, находясь на улице непосредственно. Хотелось бы еще сказать, что в каждой ситуации, особенно на пешеходном переходе, нужно напоминать ребенку о том, чтобы он смотрел налево, направо, доходя до середины. Опять смотрел также налево, направо, чтобы исключить возможность наезда на ребенка автомобилем. И, конечно же, наверное, обращение еще раз к водителям, быть предельно осторожным. И не только, наверное, да, Александр на дорогах, но и придомовые территории, дворы, где дети часто гуляют. Естественно. Спасибо огромное. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Александр Юрьевич Громов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, управления ГИБДД, УМВД России по Тверской области. Это была программа «Тема дня». С вами была Ирина Чайкунова. Будьте здоровы. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова